Привет, ребята! В очередной раз хочу поблагодарить всех, кто через меня заказывает какое-либо железо. В этот раз у меня на обзоре DL Audio. Благодарю Серегу за этот заказ. Здесь, с этой стороны на коробке, мы видим с вами все телефоны, адреса, хештеги и так далее. Даже группа есть в ВК у них, инста есть и 2 года гарантии, кстати. Тут у нас Anaconda 10, это SQ сабвуфер. Заявка у него 500 Вт, я так думаю, это максималка. Две катушки по 2 Ом, то есть 4 Ом обычно подключают. 250 мм это внешний размер, ну и 2-дюймовая катушка. Резонансная частота почти 34 Гц, добротность 0,48, эквивалентный объем 19,2. Это для тех, кто захочет сам конструировать коробок. В комплекте с сабвуфером идет вот такой вот шильдик, красивая наклеечка. Большая наклейка сложена, DL Audio. Тут плохо видно, она с бумагой. Гарантийный талон, который также является напоминанием о скидке. Когда делал распаковку, упал ароматизатор еще в комплекте, оказывается, был. Упал сюда, в короб внутрь, когда распаковывал. Ну и сам сабвуфер. Вот так выглядит сам сабвуфер, так же как на 12 двойной подвес, как на эстраде выглядит. Но в случае с сабвуфером здесь не тканевый подвес, а из вспененного полиуретана. Смотрите, какой он мягонький. Также здесь очень толстый диффузор. Большой колпак. Вот такой вот выдавленной штукой. Головой анаконды. Написано анаконда. У сабвуфера имеется 8 крепежных отверстий. Также у него, конечно же, резинка вот эта. С надписью DL Audio. Корзина штампованная. Вот такая, закрытого типа. Магнит спрятан. Вот такая вот катушка черного цвета. Вон они под водяжки идут. Медяха. Обмотки здесь находятся вот так, выведены рядом. Буквально в 15 сантиметрах. Пружинные клеммы. Примерно под 8 квадратов. Ну, шестерка точно залетит. Восьмерка под вопросом. Болт залит каким-то клеем. Хрен открутишь его тут. Тут термоусадка. Подводящие толстые, где-то миллиметра полтора, наверное, квадратных. Идут по шайбе. Прошиты через шайбу и идут на катушку. Шайба черного цвета. Такого, темно-серого. Довольно-таки жесткая. Но при нажатии, я вам хочу сказать, она не хрустит. Она такая, знаете, тягучая. Я думаю, разомнется сама. Кстати, шайба здесь, видимо, приклеена. Там видно клей. Вон он. Вот он, видите, на шайбе клей есть. И плюс еще вот шайба прикручена шайбой, придавлена через болты. Болты, где-то через сантиметров 8. Куча просто вентиляции здесь. Видите, да? То есть, тут в перфорации куча. И здесь еще там, где катушка, тоже много-много всяких перфораций. И здесь еще дополнительно вот такое отверстие перфорировано. И через него видно сам керн. Длинный он такой, видите? И колпак там наверху. По внешке это та же самая 12-ка анаконда, но только она 10-ая. Она меньше. Давайте ее поставим. Вот у меня фазик. Закрытого ящика, к сожалению, нету. Забрали, ребята. За что им большое спасибо. Надо будет отдельно еще сделать пару штук, чтобы было всегда в наличии. Очень интересный эффект на этом треке. У меня тут в комнате что-то начинает дребезжать вообще жестко. Вам не слышно, скорее всего, не передает микрофон эту штуку. Это ощущение. Ну, блин, прикольно. Громкий довольно-таки десятник. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пока-пока